Привет, друзья. Меня зовут Ваня. Вы на канале Рыбакита. С нами... Дамир. Дамир. И мы празднуем конец школы. Школы. А рисуем мы что? Футболиста. Футболиста, потому что сам Дамир занимается футболом. И супер крутой футболист, я знаю, да? Ну, стараешься, да? Так что давай. Серый достаем. И мы будем рисовать одного футболиста с мячом. Чтобы у Дамира получилось... У меня получилось человека. Трудно рисовать, я согласен. Но мы будем рисовать так. Например, вначале нарисуем его тело. Так, чтобы было понятно. Вот так, смотри. Примерно за мной может повторять. Такой прямоугольчик. Не очень большой, посерединке просто. Не очень большой, не очень маленький. После этого сразу у футболиста что самое главное? Как ты думаешь? Чтобы быть хорошим футболистом, как ты считаешь? Что нужно? Голова. Ну, дай пять. Это действительно. Голова нужна. Не в смысле головой играть, в смысле, да? А именно головой. Действительно, футболисты говорят, Гелла, правильно. Нарисуем шею и голову вот такую. Ну, так вот, ширина прям такой большой, головастый такой, знаешь, такой парнишка будет такой, да? Отлично. Это действительно так, пацаны. Если вы думаете, что классные ноги нужно, чтобы играть футболистом, то наверняка... Ну, да. Ну, это нужно, да. Но тогда лучше бегуном, если у тебя головы нет, то ты навряд ли станешь футболистом. Ну, что? Действительно, играю головой. В основном. Ну, вдумать же сначала, а потом играть. Ну, у нас есть один головастик. Так. Давай так. Не в смысле головой бить, а значит, думать и играть, думать. Так. Дальше. Давай руки-ноги рисовать. Смотри. Я рисую так, чтобы было понятно. Вот от верхней вот так вот. Раз и два. Мы рисуем руку. Вот так. Раз и два. Это локоть. 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 Мой локоть. Твой локоть. Так. И вверх. Все. А теперь смотри. Вот так. Раз и два. Тоже. А это локоть. И это. Ну, получается. Раз и два. Одинаковое расстояние. Так. Раз и раз. И вот так вот. Он как бы стоит вот так. Понятно было. Ребята, он вот так стоит. После этого, пока не продолжаем это, рисуем. Уже ноги. Ноги нарисуем. Правильно? Ноги. Смотри. Ноги отсюда будем рисовать. Так. Так. Чтобы понятно было, что он бьет что-то там. Вот, наверное, сделаем так. Что он вот так. Вот так. Делает вот так. Вот так. И вот так. Ну, в смысле, вот так и вот так. Он как бы ногу поднял. Сложил. Да. Сложил. Да. И нет. Вторую. Вот эта точка. А теперь вниз. Вниз. Так. А теперь вторую. Отсюда. Сюда и сюда. Как будто он вот так стоит. Вот. Видишь, я это показываю. Так. Смотри. У нас получился такой человечек, как сказать, из птичек. А, это да. Из спичек. Ну, ничего, ничего странного. Вообще нет проблем. Смотри. Как будто он из спичек сделан. Такой спичечный человечек. Так вот получился. Но это ничего не значит. Мы сейчас с тобой дорисуем толщину рук. Например. Толщину рук. Видишь, смотри. Руки появились уже хорошие. Да. Уже. И вторая рука тоже внизу. Видишь. Так. Раз. Толщина. Примерно. Ну, так получилось нормально. Ногу. То же самое. Только здесь вот надо вот так вот идти. Вот так. Раз. И они такие толстенькие. Понимаешь? Ножки они толстенькие. Они не тоненькие, как у спички. Да. Там спички. Такие толстенькие. Да. И сюда идет. Сюда. Вот. И получается здесь коленка. Здесь коленка. Видишь. Вот так я рисую. Где у нас локоточки. Где коленки. Вот. А теперь икрун. Рисуем нижнюю вот эту вот штучку. Вот так. Здесь исправляем. Вот так. И вот так рисуем. Получается. Вот здесь попку рисуем. Вот так. Все отлично. Отлично. У тебя уже более-менее человек получился. Нормально. Так. Что еще нужно? Нужно ему руки, ноги. В смысле вот... Нарисовать. Да. Мы сначала ноги нарисуем. Вот так. Раз. И довольно большой как бы бутс. Он довольно большой. Твоя вот эта вот нога должна быть довольно большая. Не такая маленькая. Такая, знаешь, что малюсенькая, малюсенькая. А соразмерная. Правильно. Правильно. Хорошая. А здесь вот, например, вот так вот он идет. Вот так вот. Раз. Так. Сложил ногу. И вот отталкивается. Понимаешь? Отталкивается. Ну, и сами бутсы просто так закрашиваем. Такой раз. Ну, потом закрасим разным цветом. Вот смотрите. Во-во-во-во. Видишь? Во-во-во. Вот здесь вот так вот. У него как бы она искользилась. Вот здесь вот у тебя коленка. Сюда. И вот получилось. Во-во-во. И здесь еще такой носок. Что она вот так раз. Он носком так держится. Все. Вот это мы нарисовали. Что еще? А, руки. Каблук. Каблук. Не. Ну, каблук. Да. Небольшой. Да. Теперь руки. Смотри. Руки я рисую просто, чтобы было понятно. Смотри. Я рисую так. Варежку я рисую. Я называю руки-варежки. Ну, тоже очень легко, но зато безошибочно. Рисуешь одну. Потом вторую такую. Получается как бы варежка. Видишь? Но зато очень похоже на руку. Да. И теперь большую варежку как бы. Вот так. И сюда заканчиваешь. Ну, я сейчас покажу. Смотри. Вот так раз. И вот такая варежка получается. Видишь? Варежка. И все. А теперь потом мы нарисуем еще вот такие палочки. Это пальчики. Вот так получается. Очень тоже просто. Сейчас вот здесь будем тренироваться легче. Смотри. Как бы получается. Один палец большой, а вторая варежка вот такая. Я это называю варежками. Но я думаю, это действительно легче вот так рисовать. А потом уже прорисовывать и так далее. Мы серым фломастером рисуем сейчас, ребят. Так что я думаю, у вас тоже получится нарисовать серым. Или карандашом, к примеру. Ну, мы часто рисуем фломастером. Нормально. Смотри. Дальше. Уши, я думаю, футболистам нужны. Ну, как бы мы нарисуем ушки тоже такие. Что есть ушки. Носик нарисуем. Носик. Ротик. Ушки. Ничего. Бывают ушастые. Вот так вот мы нарисуем лицо. Ну, лицо, я думаю, не очень важно. Потому, что мы основное нарисовали. И прическу. Какая у него прическа будет? Он как гулит будет с длинными волосами или там лысый, побритый. Как ты думаешь? Или средний. Как Месси такая у него прическа будет. Как Роналду. Как Роналду. В смысле, побрился, что ли, и все. Ну, или такой чубчик. Да, у него всегда такой чубчик. Что у меня с глазами? Нормально, нормально. Просто он смотрит. Здесь вот мячик пытается лететь. Он так его пытается сфокусировать. Ну, Роналду, да, такой. Ну, похож. Похож. Смотри. Все. Теперь, ну, немножко прически вот так вот. Типа как Роналду. И теперь что будем делать? Теперь можно прям наметить, как у него будет вырез футболки. Правильно же? Футболка здесь заканчивается тоже вот. Она же заканчивается здесь. Да. И здесь у него шортики начинаются вот так, примерно так. А здесь шортики. Вот довольно большие шортики. Вот досюда идут дальше. До сюда. Отлично. Я думаю, все. И номер какого там, какого-то любимого своего футболиста ты можешь уже нарисовать потом. Ну, уже если нужно, может нарисовать, может нет. Давай мячик теперь нарисуем, чтобы он как будто понятно был, чтобы он футболист. А то получится просто человек сложил руки, ноги и прыгает. Здесь просто шариком мячик нарисуем. Ну, небольшой такой, примерно как голова. Это футбол, а ногами. Ну, он просто вот так играет. Там мяч как угодно летает. Ну, хочешь, нет. Он здесь, мне кажется, просто по композиции получится. Он может по-разному уже. Часто футболисты и так делают мячик. Вот, вот. Нарисовал теперь. А теперь можешь сразу перевернуть на черный. На черном нарисуем пятигранник. Пятигранник рисовать, ну, как бы, как получится так. Не четырехгранник, а пятигранник. И закрашиваем. Четыре луча, пять лучей. Можно, можно, хотя... Ну, этот легче всего нарисовать, кстати, мячик. Я его много раз рисовал. Пятигранник просто закрашивать черным лучи. Все, а теперь закрывай его. И лучи. Былаешь в разные стороны. От каждого, от каждого... Да, 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 да. И все, закрашивай. У тебя мячик получился. Мячик по-любому получится. А вот теперь раскрашим. Какого цвета? Твой будет, какого цвета? Мой будет. Сами решаем. Какого цвета футболка? Тебе нравится какого цвета? Я сейчас. Ну, сейчас закрасишь мячик и потом уже дорисуем. У нас получается футболист, по сути, классный. Я даже сейчас, наверное, сейчас нарисую еще номер. Ну, чтобы номер попроще был, например... Там... Какой номер хорошо бы? Там, конечно, маленький. На маленький надо писать здесь. Но я хочу здесь большой. Со спины большой пишут, да? Нет. И спереди тоже большой. А, не, не, спины. Да. Ну, видишь, у нас спина с той стороны получилась. Не видно. Я хочу нарисовать свою форму. Ну, свою форму? Просто она какая-то необычная? Какая она? Она в полосочку или как? Ну, нужен желтый. Вот желтый. И красный. Ну, бери, бери. А я просто тогда нарисую. Ну, здесь, короче, уже, ребят, сами как хотите. Может, рекламу какую-то написать. Я здесь напишу просто пятерку, например. Ну, просто какая-то пятерка, да? Пятый номер, например, да? Нормально. И закрасим. Шорты, я думаю, черные будут у меня. Черно-серые такие. Фломастеры перестаю писать уже. Много раз нарисовали. Ну, ничего. Так. Вот еще у меня черные есть. Сейчас мы их тоже попробуем. Так. И черные шорты крутые. Черные шорты. Такой. Ну, шорты разные бывают. У них тоже. Бутсы. Бутсы другого цвета будут. Хочу его, наверное, сделать красным. Он будет в красном футболе. О, у тебя классная форма. Слушай, вообще, крутая форма. Нормальная. А я просто красную футболку сделаю. И кстати, я номер свой помню. Ну, конечно. Я надеюсь. Такой, знаешь, такой футболист. Я забыл свой номер. Ну, просто ты еще не профессиональный футболист. А так будешь, что возьмешь один номер, да, например, какой-нибудь, да, какой. Одиннадцатый, например, да? Почти. С моим связанным. У меня тринадцатый. Тринадцатый? Ну, хорош. А, стоп. Что? Что? Да, бросай. Есть никакой. Ни Маш, ни мой. Просто бери, рисуй, любви. Так, и бутсы у меня тоже будут красные. Какой тебе нужен цвет? Красный бутсы. Ну, и все, собственно. Супер легкое рисование. Единственное, нам нужно будет его тело раскрасить. А это сложнее, потому что у нас нет телесного фломастера. Но он рыжий будет. Такой рыжий парень. А телесный фломастер мы возьмем, например, вот такой вот. Сейчас мы телесное найдем. У нас есть масляная пастель, и там можно телесное взять. О, телесное нашел. Так, ребят, сегодня вы научитесь рисовать футболистов. А так, в принципе, можно еще кого-нибудь потом рисовать. Ну, из спорта, потому что Дамир любит спорт, занимается им. И в последнее время ты мне рассказывал, что у тебя был матч крутой, и ты почти, ну, как бы, хорошо играл, да? Ну, не матч, а мы друг друга, мы говорим. Ну, это матч называется. Матч, это как бы игра. Да. Матч, был матч, матыч. Да, так, матычи. Вот так. Раскрашивай, смотри. Так, давай я тебе чуть-чуть тут подрисую, чтобы вот эти вот, ну, типа, как эти? А. Пуца. Вот, а теперь все закрашивай, все, у тебя прям все хорошо получится. Так, и еще что я буду делать? Еще футболисты, они играют обычно на траве. Траву я тоже нарисую немножко. У них такая кошаная трава, но я нарисую чуть-чуть, как будто он вышел на швардворд поиграть, мой футболист. И у него еще не покосили траву, много травы, большая. Ну, не кошаная трава. Такая вот. Что, что, какой тебе фломастер или что? Не, оранжевый. А, тоже волосы оранжевые? Да, оранжевые. Хо, у меня будут глаза зеленые. Будут зеленоглазые футболист, улыбается, довольный, потому что он хочет забить гол как следует противнику. Для этого нужно постараться. Ну, если противник играет только ногами, а не головой, то ему легко будет выиграть. Ага. Ну, мне вообще нравится. Хорошо, что мы с тобой начинаем, как бы, этот, наш, наше летнее рисование начинается, ребята. Ну, может, такое чудо случится, что можно и подкатить мяч. Ну, можно, нет. Это я согласен, просто мне по-разному можно играть. Но я говорю, что лето начинается. Не тратьте, ребята, его впустую на телефоны. Ну, если занимаетесь телефоном, то немножко отдыхайте и рисуйте, к примеру. И я зову всех рисовать с нами на Рыбакит. Подписывайтесь. И вот у нас с Дамиром тоже будем рисовать спорт пока что. Как можно приходить, если не знать улицу? Нашу улицу или какую улицу? Приходить ко мне? Ну, ты же знаешь, где я живу. Ты же недалеко живешь. Может, пешком? Нет, мы некоторые. Некоторые другие друзья ко мне? Да. Ну, я советую подписываться на канал, потому что все ко мне прийти физически не могут. Правильно же? Ну, да. Вот. Так что с нами рисовать и участвовать. Мамы могут подписываться. Папы в Телеграме. Телеграм-канал тоже есть. Рыбакит, папа рисует. Там все. Можете присылать мне свои работы. Это тоже интересно. И ребята так и делятся. Нарисовал, хочешь поделиться? Так. А так, в принципе, только ребята, которые со мной, друзья, дети. Или еще тут те ребята могут прийти, потому что они со мной дружат, рядом живут. Так, в принципе, не все же могут прийти. Ну, так. Я надеюсь, что все когда-нибудь ко мне в гости придут. Но пока что спорт нам дает... Ты стараешься, стараешься. Он у тебя классный футболист получился. Какого следующего будем рисовать? Вратаря. Вратаря? В смысле? Мы по футболу пойдем. А ты хочешь теперь всех нарисовать этих? И полузащитников начнешь рисовать. И всех остальных. Нет, имеется в виду другой вид спорта. К примеру... А, плавание что-то. Плавание. Плавание такое. Нет, не самый легкий рисовать плавание. Потому что он так лежа человек и довольно трудно рисовать. Так что смотри, надо подумать. Я думаю, что плавание классное. Я думаю, еще какие виды спорта есть. Сейчас. Ну, какой-то такой вид спорта, чтобы было интересно. Тебе что? Каждый цвет. А, красный. Вот этот, да. Вот этот. Нет, плавание хорошее. Мои ребята тоже. Дзюдо, например. Дзюдо. Потому что там тоже такие бойцовские виды спорта. Тоже можно рисовать. Например, карате, дзюдо. Мне кажется, тоже можно рисовать. Плавание. Давай нарисуем плавание тоже. Кстатим. Да. Что? Что? Кстатим. Ты так, кстати. И тебе вот мама звонит. Глядишь. Как только мы с Назаром садимся рисовать, сразу звонит его мама и говорит, так, быстрей домой. Вот такой Дамир такой, ой, опять домой. Нет, я рисую, рисую. Классный. Типа это как-то вот шнурки. Ну, блин, а я шнурки не нарисовал. Тоже хочу нарисовать. Тоже. Такие мелочи уже начались, но ничего. А, еще же эти можно нарисовать. Вот такие. Протекти. У меня шуфель этого неба. Хотя уже можно дорисовать. Так. Ну что, мы, кажется, просто профессионально рисуем теперь людей, ребят. С нами научитесь рисовать профессионально людей. Видать, тебе мама хочет все-таки, чтобы с тобой поговорить. Или там, да, вы подъехали. Ладно, можно почти уже заканчивать. Да. Ну, Назар старался. Я уверен, ребят, если вы постараетесь, у вас тоже получится. И вот человек у вас... Мы осилим человека. И если вы ходите еще в подготовку или в школу уже, то в принципе можете научиться с нами рисовать человека. Ну, уже можно не ходить. Да, уже можно не ходить. Ладно. Прощаемся. Ребят, подписывайтесь, рисуйте. И спорт будем рисовать и в будущем. Давай, перезвони маме скорее.